Речь, которую произнёс в Сенате, вернее, в Конгрессе США, сенатор Пол Банки. Господа конгрессмены, разрешите представить на ваше рассмотрение отчёт о моей поездке в Советский Союз с визитом дружбы по заданию ЦРУ. В результате поездки мной собраны непровержимые доказательства того, что, прикрываясь разговорами разоружений, советские люди усиленно готовятся к нападению на весь цивилизованный мир. Достаточно взглянуть на разбросанные по всей России десятки тысяч типовых железобетонных дотов с узкими амбразурами под потолком, которые в целях конспирации западных наблюдателей советские люди называют провокзальными туалетами. Личными доказательствами их военного назначения служит то, что они никогда не заходят эти сооружения, используя в качестве туалета всю прилегающую территорию. В каждой советской деревне можно встретить сооружения шахтного типа, который, видимо, представляет собой пусковые установки ракет класса колодец космоса. Подтверждение этому я получил во время пребывания в деревне Светлой Мудь, где в одной из таких шахт произошел мощный взрыв. На звук взрыва из ближайшего коттеджа, покрытого соломой, выскочил джентльмен в белых бриджах с завязками внизу. По-видимому, взрыв застал его за игрой в гольф. Он любезно объяснил мне, что шахта чем-то накрылась. «Опять горучка рванула», — сказал он. «Давление баки поднялось, змеевик и не выдержал». После этих слов этот мужественный джентльмен был тут же арестован сельским полисменом, видимо, за разглашение государственной тайны. В каждом советском городе размещаются крупные военные базы в целях конспирации, называемые овощными, где люди круглый год, судя по убийственному запаху, испытывают новые химические оружия. Со всей ответственностью заявляю, овощи так не пахнут. Военная доктрина Кремля охватила все сферы жизни, милитаризована торговля. В каждом магазине можно встретить очереди, в которых люди отрабатывают приемы рукопашного боя. При этом они распаляют себя специальными выкройками на медицинские и сексуальные темы, которые почему-то называются шахматным термином «мат». Я сам видел, как из очереди за водкой был выброшен японец, оказавшийся чемпионом Японии по карате в тяжелом весе. Причем скрутила его хрупкая, седая, старая леди в валенках на босу ногу. При этом она заявила, «Куды прешь пасть, порву китайоза». Несмотря на то, что заявление сделано было по-русски, японец ее прекрасно понял. Несколько слов о продуктах питания, которые на самом деле являются боеприпасами. Да-да-да-да. Подаренная мне в России трехлитровая банка маринованных огурцов. На третьи сутки взорвалась, развалив мою двухэтажную виллу. Крышки от банки был сбит очередной самолет «Боинг-747». Господа конгрессмены, если кому-то изложенные мной факты покажутся неубедительными, добавлю, что недавно Советы выдали с головой свои агрессивные планы во всеуслышание, заявив, что собираются к 2000 году обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой. Куда смотрит ЦРУ? Поскольку даже они сами признают, что построить такое количество жилья за это время невозможно, остается выяснить, на территории какой страны НАТО они собираются притворить свои обещания в жизнь. Исходя из вышеизложенной, я пришел к заключению, что никакая пристройка не в силах остановить эту разогнавшуюся военную машину. Поэтому я обращаюсь к конгрессу с конкретным предложением. Пока не поздно решиться на крайнюю меру обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой включить Соединенные Штаты Америки в состав Союза Советских Социалистических Республик на первое же освободившееся место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова